Здравствуйте друзья! Сегодня я буду мариновать курочку. Это очень вкусный маринад, в котором можно замариновать любое мясо. И этим рецептом хочу поделиться с вами. Для маринада мне необходимо 2 столовые ложки кетчупа, 2 столовые ложки соевого соуса, 2 столовые ложки постного масла, у меня рафинированная, без запаха, чайную ложечку тех приправ, которые вам нравятся и чайную ложечку горчицы. Вот я беру мисочку и в эту мисочку просто все смешиваю. Кетчуп, соевый соус, горчицу и приправку. И просто это все хорошо перемешиваю. Сюда же добавляю растительное масло. И опять все хорошо перемешиваю. Вот у меня, я буду мариновать сегодня курочку, здесь у меня 5 куриных четвертей. Для меня так это много, я курочку разрежу. Отделю просто голяшку. Далее я беру мисочку, в которой я буду мариновать курочку. Немножко я все-таки присаливаю. Соевый соус, он соленый, но курицы много, поэтому соли будет недостаточно. Я чуть присолю. Укладываю сюда курицу и с этой стороны я ее тоже немножко присаливаю. После того, как я присолила курицу, я ее просто чуть-чуть перемешаю. Теперь выливаю сюда весь вот этот вот соус, который я приготовила. Дальше я это все хорошо перемешаю, чтобы вся курочка покрылась соусом. Отставлю теперь, чтобы курица промариновалась. У меня есть не очень много времени. И она у меня будет мариноваться примерно полчаса. Но если у вас есть время, вы можете даже с вечера замариновать, а утром тушить или на 6 часов замариновать. Это у меня стандартный противень от плиты. Я застилаю ковриком. Он у меня вот такими бугорками. Если у вас нет какого-то специального коврика, то можно положить все это мясо на листы. Оно также прекрасно стушится. Но у меня коврик есть, я буду его использовать. И теперь сверху, вот сюда на этот коврик, я укладываю маринованное мясо. Сверху на мясо я поливаю весь вот этот маринад. Далее мясо я ставлю в разогретую до 180 градусов духовку и буду тушить до готовности. Вот такая красивая аппетитная курочка у меня получилась. Вот курочка моя провела в духовке час. Вот так выглядит это мясо. Вот все пропеклось, протушилось. Очень вкусно пахнет. Такую курочку можно подать с вермишелькой, с какими-нибудь рожками, макарошками, с любой крупой, с гречневой, с картошечкой. И вот так сытно накормить можно семью. Это очень вкусно. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь на мой канал. Это хорошо мотивирует двигаться вперед. Я желаю вам всего самого наилучшего. До новых встреч. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok